В связи с тем, что документы кандидатов должны быть оформлены строго в соответствии с законом, не все претенденты справляются с этой задачей. На сегодняшний день в Соликамский городской суд было подано пять исков об отмене регистрации участников избирательной кампании. В частности, в них указывается на то, что кандидаты предоставили неверные или неполные данные о себе. Один из исков уже рассмотрен судом. По данным ИССА, действующий депутат Гордумы Валентина Филиппова не указала в своих документах факт смены фамилии. Для суда такое нарушение закона является существенным. Суд решил административный иск Черных Ларисы Викторовны удовлетворить, признать незаконным и отменить решение территориальной избирательной комиссии Соликамского городского округа от 1 августа 2016 года за номером 17-14-3 о регистрации кандидатов депутата Соликамской городской думы 6-го созыва по одномандатному избирательному округу номер 14 с Филипповой. Валентина Филипова вправе обжаловать решение суда в течение пяти рабочих дней. А 15 августа подобную судебную процедуру прошел еще один кандидат Дмитрий Кичигин. По мнению истца, в заявлении кандидата неверно указаны адрес места жительства и данные диплома. Но значительно более существенным является то, что в иске было указано, что Дмитрий Кичигин неверно указал срок окончания своей судимости. Соликамский городской суд регистрацию Дмитрия Кичигина не отменил, но решение еще в законную силу не вступило. У сторон есть право на апелляцию. Нам известно, что в Соликамском городском суде находится еще несколько дел об отмене регистрации кандидатов. 15 августа было вынесено решение в отношении кандидата Кичигина Дмитрия Николаевича. И также назначены к рассмотрению дела в отношении кандидатов в депутаты Китаева Александра Михайловича и Шмидта. К слову сказать, в отношении самовыдвиженца по 12-му избирательному округу Сергея Шмидта административный иск был составлен Соликамским городским прокурором. Теперь решение остается лишь за судьей. А пока можно с уверенностью сказать, эти выборы будут жаркими. Евгения Константинова, Сергей Зебзеев, телекомпания «Сольтовая».